Сопричастности показать, что он помнит об этой дате, надевают сегодня лазурную ленту. Делают это, конечно, и те, кто сами 72 года назад пережил депортацию. Тогда они были еще совсем маленькими детьми, но этот день помнят очень хорошо. Четыре часа ночи нас из дома выгнали, и мы под дождем на шаши, и ждали, пока в шесть часов бричка подъехала. Свезли нас в одно место всех, и мы там до шести часов вечера сидели. Смотрим, наша корова с собачкой вместе пришли туда, в это место. Солдаты туда-сюда, чтобы гонять. Вот, корову не угнали, они прикладами корову увели куда-то, а собака спряталась между нами. И в шесть часов собака, когда нас погрузили в шесть часов, собака бежала до Симферополя, не знаю до какого места, отстала. Только в первые три дня депортации, в мае 44-го, отсюда вывезли больше 75 тысяч человек. Потом цифра еще выросла. Вместе с крымскими татарами тогда вынуждены уехали армяне, болгары, греки, немцы, итальянцы. Это только те, кто попали в общую статистику. В память о представителях всех народов, пострадавших тогда, здесь впервые в современной истории Крыма закладывают мемориал. Пока здесь только один символический вагон-теплушка, примерно в такие, и сажали людей в 44-м году. Но через три года здесь появится целый комплекс, в том числе и музей, несколько скульптурных композиций, а еще мечеть и православный храм. Вот это единство, в том числе и конфессии, сегодня здесь показывали муфтии и православные священники, которые вместе выступали со сценой. Больше двух десятилетий на Украине, об этом говорят сами местные жители, старались политизировать этот вопрос и делать его поводом для собственного пиара. И, конечно, ни к чему, кроме разобщения народов, это привести не могло. А потому теперь все, от руководства республики до обычного гражданина, призывают помнить о дате и трагедии, но не о обиде. Я очень приветствую, и это такой памятник надо было давно открыть. Давно открыть. Мы здесь родились, потому что у нас все было прекрасно. У нас не было нации, разногласия нации. Мы все были едины и до сих пор едины. Очень хорошее впечатление. Очень умное достижение. Здесь, возле железнодорожной станции «Сирень», после официальных речей, те, кто пришел сюда, выпустили в небо голубые шары, как символ памяти о погибших тогда, 72 года назад. Надо сказать, что здесь ждали в том числе, как представителя этого же крымско-татарского народа, и певицу Джамалу, которая, как сама говорила, пела якобы совершенно неполитическую песню о мае 44-го. Но почему-то на собственную родину она приехать отказалась. Вместо этого сегодня пообещала выступить в Киеве. Ну, а здесь мероприятия сейчас заканчиваются, и все, конечно, обходится без политики. Чего не скажешь о той стороне границы, вот если почитать просто прессу, например, украинскую, то там как раз говорят, например, о том, что якобы в комиссии по правам человека при ООН задокументировали новые притеснения крымских татар. Но почему-то вот документов никто не показал, а притеснения, видимо, происходили как раз вот в той стране, которая и реабилитировала все народы. Один из сбежавших лидеров так называемого Меджли, Сарифат Чубаров, даже рассказал в своей социальной сети, что здесь, в Крыму, запрещены все памятные мероприятия. Ну, как происходит на самом деле, мы видим. Алексей Кнопков, Владимир Вишняков, Данил Прокудин. Вести. Крым.